Как обычно, наши вселагерные темы заканчиваются смертью героя, и мы расстаемся до следующего лета. Сегодня тоже у нас тема Давиду 69-70 лет, то есть последний год жизни Давида. Но страсти не утихают, и наоборот, в этот последний год только закончилась война с Авесоломом, второй сын поднялся против Давида Адония. Заговор Адонии, воцарение Соломона и смерть Давида. Когда царь Давид состарился и вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, и он не мог согреться. Я вспоминаю маму свою незадолго перед смертью. Она все время просила, чтобы увеличили температуру, и было холодно. Нам всем было душно, жарко, ей было холодно. Можно проверить себя на предмет этот, друзья. Если кому-то холодно, когда всем жарко, то это, наверное, признак старости. Проверили уже? Ну, на самом деле, это плохое кровообращение. Плохое кровообращение, и кровь не несет до участков тела сахар. Сгорает сахар, или там, значит, его уже компонент. Вот. И поэтому, значит, человек ест, она, может быть, на полноту сказывается, а нет, человек не может согреться. И сказали слуги ему, пусть поищут девицу для господина нашего царя, молодую девицу, чтобы она ходила за ним и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. И нашли Ависаву Санаментянку. Эта девица была очень красивой, ходила она за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее. Это был обычный, восточный обычай, вот, когда богатые люди могли себе позволить такую роскошь, по-видимому, по этому обычаю. Давида женили еще один раз. Вот. Оно уже ему, так сказать, было не под силу. Вот. Ну, так вот девушка ухаживала за ним в его старости. Уроки старости. Что посеет человек, то и пожнет. Старость – время жатвы. Старость – это время, когда почти ничего уже нельзя исправить. Может быть, можно только попросить прощения, вот, исправить, привести в порядок свои отношения с Богом, упорядочить семейные дела, сделать завещание, примириться с друзьями, подумать, вот, исправить свои ошибки с врагами. Вот. И в целом уроки старости говорят о том, что «помни о смерти». По-моему, даже есть латинская такая поговорка «momento море». То есть «помни о смерти». Почему? Потому что смерть приходит и к старшим людям, и к младшим людям. Кстати, Давиду 70, мне 68, и так вот как бы мы с ним как… Да? Ну, на самом деле, вы посмотрите, что написано. «Состарился и преклонная года». Вот. Ну, наверное, мы в лучшем положении живем, чем Давид. Но я вот думал несколько о другом. Где-то более трех тысяч лет, наверное, прошло со смерти Давида. Это трудно посчитать, сколько сменилось поколений людей. Вот. И каждое поколение людей, имея этот опыт, вот, имея написанную книгу, даже уже две тысячи лет христианства имеет Библию. Вот. И каждое поколение повторяет эти же самые ошибки. И я думаю, насколько вот наше с вами изучение, у нас было интенсивное обучение этой истории, мы фактически три раза с вами вот обращались к каким-то тем же образом. По статистике должно быть, как и обычно. Вот. Библия говорит, мудрая дева и неразумная дева. Но я бы считал, что это было бы даже очень хорошо, если бы хотя бы половина людей поняла, вот, и взяла для себя эти ошибки, эти истории. Вот. Мы подошли к смерти. Вот. И сегодняшний урок открывает многие проблемы, которые являются проблемами юности, особенно проблемами упущения воспитания детей. Вот. Личными проблемами, несовершенствами, ошибками и грехами. Вот. И в старости практически это уже исправить невозможно. Можно только попросить прощения, что тоже очень важно. Мне когда исполнилось 60 лет, у меня жизнь бурная была, были много друзей, были, не знаю, врагами, может, нельзя сказать, но в разных отношениях был. Я сделал день рождения, собрал всех, кто входил в какой-то круг моих друзей, и в круг каких-то противников, вот, и как бы вот на свой юбилей принес извинения всем, потому что понимал, что 60 лет – это уже такой пограничный вот возраст. Поэтому кто постарше, тот должен помнить, вот, что это время, время приготовления, и жизнь и смерть Давида говорит нам о том, что каждый человек имеет границу, вот, и готовился, реально готовился, вот, приводил свои дела в порядок. А кто еще молодой, должен думать о том, чтобы не повторить те ошибки, чтобы научиться, чтобы прожить лучше, чем прожило прошлое поколение, тем более, что Господь отдал нам этот источник, дал нам этот учебник, и показывает действие, неизменное действие его законов. Адония возомнил себя наследником трона. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил, «Я буду царем», и завел в себя колесницы и всадников, и 50 человек-скороходов. Адония – четвертый сын Давида, ему более 33 лет, возможно, он старший из оставшихся в живых. Адония, как говорит нам Писание, вот к ней паралипоминон, что Адония был следующий после Авесолома. Авесолом был третий, значит, первый был сын, да, другой женщины, второй, этот, Амнон был, потом был сын Авегеи, третий был Авесолом, и четвертый был Адония. Вот нигде не говорится, Вячеслав Николаевич, по-моему, в примере своем подчеркивал, что вот сын Авегеи нигде не упоминается, как бы вот нигде негативно не упоминается. Некоторые богословы считают, что его не было в живых, может быть, он умер младенцем, потому что нигде не говорится о нем, как о взрослом. То есть, есть какая-то предпосылка к тому, что именно Адония претендовал на трон. Это могло быть, если бы он оставался первым, то есть, поэтому мы говорим, что, возможно, он старший из оставшихся сыновей. Два сына уже погибли. Вот о третьем сыне Авегеи мы не знаем. Вот и вот Адония, действующий сын, он возгордился и говорил себе, я буду царем. Есть известное такое выражение, что мужчины увлекаются или мужчин покоряют три вещи. Три страсти. Страсть к женщинам, страсть к деньгам и страсть к власти. Мне кажется, что страсть к власти вообще на всех действует, конечно, особенно на мужчин, поскольку они, скажем, сильные, стремление к власти. Ну и, наверное, многие конфликты, даже, вот скажем, нечестный бизнес, различные экономические войны, коррупция сама по себе, о которой мы очень хорошо знаем. Все это имеет, вот, все оно замешано на вот этой главной цели или главной страсти – стремление к власти, стремление первенствовать. И вот сейчас, когда Давид находится уже, скажем, в немощном состоянии, он лежит, он нигде уже на людях не появляется, возник вакуум власти, и Давид еще никого не провозгласил, вот, и Адония понял, что это его момент прийти, вот, и стать царем. Отец никогда не стеснял сына Адонию вопросами, для чего ты это делаешь. То есть Давид знал, что Адония завел себя, завел себе колесницы, всадников, 50 человек скороходов, вот, но здесь мы не можем понять, почему Давид, почему Давид не понимает и не задается вопросом. Вот я уже, как отец приблизительно возраста Давидова, я вот на вещи смотрю как бы совсем по-другому. Я учу своих вот братьев, сотрудников, Валерий, какое высказывание, как я учу? Как нужно, что нужно делать? Правильно. Я вот учу, никому не верю. Почему? Не в том смысле, что люди сознательно обманывают. Люди могут сознательно заблуждаться. Вот, я помню, во время моего детства, когда я был приблизительно в третьем классе, в Одессе, значит, такая утка пошла, что, значит, делегации, причем там еще и одесситка была в этой, какая-то геологическая делегация, где-то в Африке была. И, в общем, горилла выкрала одну девушку. Просто выкрал ее из экспедиции. Все, и наконец-то искали, нашли где-то там, значит, вот в этом таборе, где все гориллы, и она была там. Вот, и поскольку никак нельзя было ее вызволить, этого гориллу застрелили. И она сильно плакала. Вот, ну и после всего оказалось, что она беременна. Ну, и это говорили все. Вся Одесса об этом говорила. Вот, и у меня, значит, вот мой знакомый там, моей тете муж, значит, он тоже это так вот много рассказывал. И вот учительница в классе говорит, дети, я, говорит, не могу вот, ну, как бы поверить, что такое может быть. Поднимите руку, кто лично читал. Ну, я уже не помню, весь класс или там полкласса, это точно подняли руки, что они лично читали. Она говорит, что по закону биологии такого не может быть. Не может быть зачатие, значит, женщины, не может зачать от самца гориллы. Просто такое не может быть. Ну, вот, больше полкласса были уверены, что это, что уверяли, что они это прочитали. Ну, а на самом деле, потом через какое-то время, значит, обнаружилось, что просто чистая вода утка. Я думаю, что даже если бы иногда вот и нам, как бы вот такой, когда какие-то разговоры, вот, или прочее, спросить, достоверна ли эта информация, люди уверены, что эта информация достоверна. Они говорят, вот, и так далее. То есть мы заблуждаемся, заблуждаем других, и нужно проверять. Просто нужно проверять. Понимая, что мы живем в мире конфликтов, мы живем в мире греха, мне в годы гонений, я, значит, одно из служений у меня было, это я руководил подпольным или, значит, конспиративным издательством. У нас, значит, была печатная точка, она обычно меняла дислокацию. И была лаборатория, которая на одном месте работала. Вот, и мы были очень, как бы, мы понимали, что где-то, если кто-то что-то лишнее скажет, то нас могут найти, арестовать, и погибнет все, имущество. И мы были очень скрыты, и, ну, только отдельные люди, даже водители, которые нас обслуживали, они, допустим, знали, только где мы находимся, но не знали там дом, квартиру, вот, и так далее. И даже было вот, Николай Дрон, вот сейчас приезжал к нам в церковь, в его доме была лаборатория, где-то два с половиной года, наверное. У него просто полдома он строился, полдома он заморозил, в половину дома жил. И в той доме, в той половине, где он законсервировал, значит, половину, мы туда зашли, вот, и, значит, не штукатырованные стены, значит, наложили обои, сделали отопление, и так вот все люди, и у него в огородище и церковь было собрание, все люди думали, значит, что этот дом не окончен, и мы там работали. И вот приезжали старшие братья по служению, которые были старше меня, вот, и они здесь ночевали у него, но они не знали, значит, что здесь за спиной находится, вот, это, значит, печатная точка. Знал только один Геннадий Константинович Кручков, служитель, которому я был подотчетен, это председатель Совета Церкви, и больше никто об этом не знал. И вот такая привычка у меня выработалась, никому не верить. Почему? Ну, конечно, вот приехал брат, ответственный за Молдавию, а я был ответственен за Одесское объединение. И я на его территории, и мы вместе с ним в Совете Церквей. Но он не знает, что я здесь работаю. Этот пресс-фитер подчиняется этому, значит, ответственному по Молдавии. Но почему? Я не могу верить, потому что я не могу гарантировать, что он где-то не расскажет, не поделится каким-то примером, вот, и так далее. То есть мы должны любить людей, вот, и мы должны доверяться, так сказать, им, но мы должны все проверять. Вот в годы гонений нам приходилось думать, вот, об осторожности людей, и мы знали, что есть много различных агентов, вот, и так далее. В данном случае, ведь у этого мальчика уже были какие-то наклонности с детства. Это, во-первых. Писание говорит, что отрока можно узнать по занятиям его. Но вы представьте себе бесчувственность Давида при таком количестве дел. Завел себе колесницы, всадников, это армия. Это же как бы личная гвардия. Причем колесницы и всадники, это, во-первых, колесницы, это боевые колесницы, естественно. Всадники, это люди на, значит, на лошадях, всадники, то есть это конная армия. И скороходы, это такси-гонцы, которых можно было рассылать и все. Это же все на бюджет, на царском бюджете все это висело. И Давид не задавался себе вопросом, для чего это и чем это кончится. Вот. Я не думаю, что Давид, как бы скажем, уже был, что это было старчество. Не могу объяснить, вот, просто не могу объяснить. У нас с ним совершенно разный опыт. Но в целом я хочу сказать, что для воспитания людей, для руководства там своей семьи, церковью, группой, вот, глава семьи, глава церкви, глава группы, он должен понимать, что происходит, какие мотивы, вот, у людей, для того, чтобы проповедовать, говорить, предупреждать, вот, и так далее. Я смотрю, когда вот дети, скажем, маленькие или побольше, неважно, когда они играют, вот, или там они взрослые, вот, у них какие-то мероприятия. И родители часто радуются, тогда, когда тенденции у этого ребенка, у юноши или у девушки, просто очень-очень плохие. Они закончатся очень плохо. Вот. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, я скажу, как ты. А также можно определить по занятиям. В данном случае мы понимаем, что вот этот вот набор, вот эта гвардия, которую он создал и прочее, оно может, это не простое развлечение. Это чем-то закончится. Но отец не стеснял его вопросом. Да, ему хотелось романтики, Давиду повоевать, значит, еще один раз. А что? Ну, это ты хочешь немножко выгородить Давида. Я не думаю, что он до такого додумался, значит, чтобы для чего, обличить или чтобы потом его убить. Это знаешь, когда Господь Иуде сказал, что делаешь, делай скорее, потому что это уже был сын погибели. Я не думаю, если бы Давид понимал, чем это закончится, то он бы остановил это дело. Я что только могу сказать, вот не могу, не могу понять просто его, как царя, как отца, я не могу здесь понять. Но в целом, говоря об этой теме, можно сказать, что родители полностью ответственны Богом за своих детей до их вступления в брак. Все-таки в наших условиях или мы каким-то образом должны сформулировать эти правила ответственности детей за родителей. И однозначно, если судить по Писанию, вот оно не говорит до 18 лет, до 16 лет, Писание говорит о мужчине. Оставят человек отца и мать и прилепятся к жене и будут двое, одна плоть. То есть отделение от отца, от матери или выход из-под власти отца происходит тогда, когда молодой человек сам получает власть, сам образовывает свою семью, образовывается, так сказать, в Божьих глазах новое юридическое лицо. Вы знаете, что такое юридическое лицо? Это организация. Так вот, брак – это уже организация. Это уже ни один человек, ни два. Или, можно сказать, есть он, она и есть семья. Вот очень, когда люди говорят, не говорят «моя жена», даже если у него жена, они говорят «моя семья». Или женщина то же самое говорит «моя семья». Хотя не только двое. Но это действительно больше, чем двое. Это есть два человека, есть еще одна семья. Так вот, только тогда, когда образовывается новая семья, молодой человек получает свободу из-под власти отца. Девушка не получает никогда свободы. Никогда. Она сначала находится под властью отца, а потом она идет в замужество и находится под властью мужа. Конечно, сегодняшнее… А почему? Потому что вы знаете, что женщина или девушка, женщина эмоциональная, эмоциональный человек. Ее легко разжалобить, ее легко обмануть, что это происходит. И поэтому, его сотворил Бог немощный. И поэтому, так Бог заповедовал, так по Писанию, что она находится под властью. Вот. Мужчина получает самостоятельную власть, вот. Но девушка переходит из-под одной власти к другой власти. Над семейными детьми тоже сохраняется власть, потому что в роду есть отец, в роду есть дедушка, только эта власть уже совещательная и благословляющая. Отец сможет благословлять или не благословлять. И если это дети духовные, они должны понимать, что остаться без благословения отца это очень плохой признак. И в том числе отец и мать имеют право советовать, и дети должны стать по стойке смирно, как сегодня вы стояли, и выслушать весь совет. Да, молодой муж, или уже он не важно, какой он там молодой, или он же становится старый, это не важно, он имеет личную власть от Бога или от Бога вот осуществлять свои собственные решения. но выслушать совет родителей он обязан, и тогда он будет дважды виновен. То есть он будет виновен за неправильное решение в принципе, за то, что он отвергнул совет отца. И отцы должны понимать, что когда дети даже женились, когда они вступили в брак, на отцах остается две власти совещательная и благословляющая. Как правило, отец и мать, то есть там или бабушка, или дедушка, они единодушны. Вот таким образом устроен Божий мир. Хотите, верьте, хотите, не верьте, хотите, нарушайте, хотите, исполняйте. Мы можем только дополнить поколение несчастных людей, семья которых распадается, дети которых приносят им несчастье. Признание власти, что же это такое? Признавать власть родителей или признавать власть мужа? Принцип. Признание власти. Власти означает повиновение и подотчетность этой власти в том деле, в котором мы от них зависимы. Если это родители, находящиеся на полном, на полной, если это дети, находящиеся на полной ответственности своих родителей, они подотчетны во всем. Возможно, со временем и есть какие-то вот дела, но я думаю, что до тех пор, пока есть дети, девушки и мужчины или ребята находятся под ответственностью отца, они подотчетны во всем. Любой вопрос, который задал отец, они должны объяснить, они должны сказать. И сегодняшняя, как бы скажем, потеря или уничтожение власти, власти родителей, вот одна из причин трагедии, моральной трагедии детей в церкви, молодого поколения в церкви, это отвержение отца земного, авторитета отца земного, то есть отвержение авторитета отца и авторитета матери. Это трагедия. Вы сами понимаете, откуда происходит эта философия, откуда происходит это учение, это такая стихия, которая захватывает мир, вот эти вот все учения. Что принцип повиновения подотчетности, он касается везде, где есть старше и меньше. Это касается на производстве, потому что это я сказал. То есть обычно, так сказать, вот люди неопытные, люди вспыльчивые, я имею в виду старшие, вот родители или начальники, говорят, чтобы узнать человека, нужно сделать его начальником. Они закипают, когда нарушается какая-то... Старших – это диктаторство. Искушение меньших – это самоволя и безотчетность. Вот где-то истина для одних и для других, истина посередине. И советовался Адония с Иоавом, военачальником, и с авиафаром, священником, и они помогали. Священник Садок, и Винея, и пророк Нафан, и еще сильные люди не были на стороне Адонии. То есть, вот верхушка власти, вот сам штаб, генералитет, можно сказать, в Давиде, разделился, может быть, не на совсем равные части, но угроза прихода к власти Адонии была очень серьезная. Собрание для воцарения Адонии. И заколол Адония овец, и волов, и тельцов у камня Зохелет, у источника Рагель. И пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя. План Адонии. Нам надо понять, на что делать ставку Адония. Как при живом царе, без каких-либо военных действий. У него-то гвардия там в запасе была, но он рассчитывал без военных действий прийти к власти. Значит, нужно учитывать, что Давид находится реально, ну, нельзя сказать, при смерти, но в любой момент он может умереть. Он уже не появляется на людях, он лежит, его, как бы, основная масса народа не видит, он отдает распоряжение через своих слух. Но народ уже Давида не видит. Что делает Адония? Он склонил на свою сторону влиятельных людей. Священника Авиафара и военачальника Иава. То есть, это армия и это священство. Он рассчитывает, что при объявлении его царем весь народ будет думать, что это воля Давида. Вы помните, когда приходил Самуил, помазал в царе и совершилось помазание. Так и здесь Адония рассчитывает, что если бы, конечно, Давид был на ногах, являлся царем, то требовалось бы его присутствие. А так, когда два влиятельных человека совершают, священник совершает помазание, военачальник при этом присутствует, то, безусловно, как бы, народ принимает это как за факт, как за волю царя. И это происходит моментально. Когда, как только помазали, так он и получил за царя. А когда власть царя перейдет в руки Адонии, Давид уже не сможет пойти против совершившегося факта. То есть, моментально военачальник, вся армия подчиняется Адонию, вот, и просто к Давиду пришли и сказали, батенька, лежи, вот у тебя вот тут есть, кто будет за тобой ухаживать, будь спокоен, тебя мы, как бы, скажем, не троним. Вот уже, значит, такой был план у Адонии. Вот, и обратите внимание, что они уже собрались для провозглашения Адония царем. То есть, это еще вот, значит, момент, и сейчас это случится. Друзья Давида противостали плану Адонии. Вот эта картиночка пророка Нафана из того момента, когда он обличал Давида, мне большей фотографии не было, это пророк Нафан. Так вот, пророка Нафана Иванею и тех сильных и Соломона брата своего Адония не пригласил вот на это собрание. Тогда Нафан сказал Версавии матери Соломона, говоря, слышал ли ты, что Адония сын Агифин сделался царем, а господин наш Давид не знает о том. Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему, не клялся ли ты господин мой царь рабе твоей, говоря, сын твой Соломон будет царем после меня и он сядет на престоле моем. Почему же воцарился Адония? Осуществлять Божие планы должны верные люди. По восточному обычаю царь, заступивший на трон, убивал всех вероятных соперников. Мы видим, что еще при живом Давиде его уже хотели убрать его собственные сыновья. И царь, естественно, когда приходил, в случае воцарения Адонии смерть ожидала всех сторонников Соломона и самого Соломона, как следующего претендента на этот трон. Воля Божия была в том, чтобы Соломон был царем. Но это не значит, что верные люди должны были сидеть сложа руки. Верные люди должны были защищать Божьи планы. Мы иногда думаем, что Бог сильный и Он что хочет, Он совершит. Но Бог совершает свои дела через людей. Также в мире греха Сатана управляет миром через людей. Бог вызывает служителей. Вот мы видим, Бог призвал Саула, Саул не справился со своими задачами, Бог его отверг, поставил Давида. И вот дальше у Бога есть план поставить Соломона. Но, как мы говорим, Голиаф приходит и пытается взять реванш через Ависолома, теперь через Адоню, он пытается прийти к власти. Так вот, верные люди, осуществлять Божьи планы должны верные люди. И мы видим, как тут же вмешиваются в дело, останавливают этот процесс, противостоят люди, которые были родственниками по духу. Они чувствуют волю Божью, они понимают ужас для нации, для всего двора царского, что будет, когда придет Адоня. И Нафан посылает Версавию к тому, чтобы она шла к царю. Версавия пошла к царю в спальню, царь был очень стар. И поклонилась Версавия царю, и сказала, царь, и сказал, царь, что тебе? Она говорит, господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим, сын твой Соломон, он будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. Но я думаю, это когда он был молодой, и он сильно любил Версавию, и фактически отбил ее у мужа, и чувствуется, что у них была действительно большая любовь. И вот она сейчас говорит, ты так обещал, «А теперь Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том, и заколол наволов и овец и пригласил всех сыновей царских и священника Авиафара и его начальника Авиава. Соломона же раба твоего не пригласил, но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле царя после него, то есть после тебя. Нафан вошел и сказали царю, говоря, вот Нафан пророк. И вошел он к царю и поклонился царем лицом до земли. Естественно, они уже между собой договорились, вот, потому что царь уже как бы и слаб, и немощен, и нужно убедительное слово, когда Версавия сказала со своей стороны, входит Нафан. И сказал Нафан, «Господин мой царь, сказал ли ты что Адония будет царствовать и сядет на твоем престоле? Для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» Вы посмотрите, какая корректность. Это же тот Нафан, который приходил к царю и говорил, «Ты тот человек!» Помните? Это первое. Вы помните, как поставлял пророк, как поставлялись цари во времена Самуила. Пророк совершал помазание. Вы чувствуете, как выросла роль Давида? Нафан – пророк, то есть, он как Самуил, но он приходит, и здесь чувствуется духовная власть Давида. Это трудно объяснять или долго рассуждать, но мы здесь видим, какой высокий духовный авторитет был у Давида. И сам Нафан, сам пророк очень корректно говорит, значит, «Сказал ли ты?» То есть, он ему задает вопрос, вот, хотя он знает, что царь этого не говорил, но ему надо натолкнуть царю, показать реальность событий происходящих. И говорит, теперь, как бы, легко укорять, «Для чего ж ты мне не открыл?» Все-таки я пророк. «Потому что он ныне пригласил всех сыновей царских и военачальников и священников Авиафара. И вот они едят и пьют у него, и говорят, доживет царь Адония. А меня раба твоего, священника Садо, Кайванею, сына Ядаева, и Соломона раба твоего не пригласил». Здесь еще есть очень такой практический бытовой момент. Два свидетеля. Вот когда пришла одна Версавия, они правильно расчет сделали, что должна зайти жена, потому что он клялся ей. И она может апеллировать к тому, что была совершена эта клятва именем Господа и прочее. Но Давид вполне мог, скажем, не прислушаться к женщине. То есть, они до конца не понимают, что у него в голове. Потому что вот не было у них откровенных разговоров с пророками. Поэтому теперь вторым же следующим как свидетель и, скажем, как пророк заходит на фан и говорит те же самые убедительные речи. В кротости и почтении на фан выступил в защиту Соломона и победил Голиафа в лице заговорщиков. Понимаете, о чем сейчас идет вопрос? Победить Голиафа можно только тогда, когда подвигнуть Давида на решение вопроса Соломона. И они не знают в каком состоянии Давид. И вот эта корректность на фан то есть кротость почтения и вместе с тем неостанавливаемая напористость. То есть они составили план, зашла Версавия, заходит он, и они борются с этим Голиафом, который хитрым способом сейчас хочет захватить главную власть над царством и тогда конец всему. Мы можем биться вот там в кустах с Голиафом блуда, но если наверху сядет не тот царь, там в кустах будет биться бесполезно. Вы понимаете это? Когда сейчас Адония захватит власть, то Голиаф получит власть над всем Израилем. Так вот, как Нафан побеждает в кротости и в почтению, он вступает в эту битву. Я хотел бы вот попутно, потому что всегда в каком-то противоборстве трудно разобраться. Вот кто прав, а кто не прав. Но почему мы должны верить, что прав в данном случае Нафан и Версавия? Версавия вполне понятна, она претендует на собственного сына, она будет мать царя. Кстати, Нафан Ну, Нафан есть Нафан. Дальше, значит, там есть Ванея, новый военачальник. То есть, есть два крыла, они между собой борются. Но обратите внимание, признаки Божьего дела, полная открытость и правда. Вот, Нафан прямо идет к царю и задает прямо вопросы, то есть, к первоисточнику. Он говорит, что произошло, и задает, ты так говорил? То есть, Божье дело это всегда открытость, это всегда ответственность, это всегда подотчетность, никто ничего не прячет, никто ничего не таит. Но признаки сатанинского дела, это скрытое ображение, это сплетни, это закулисные дела. Вы помните, Авесолом вкрадывался в сердца. Как только вам на ухо шепчет, вот там на кухне плохо, вот там не хотят душ поставить или еще что-либо. И жжжжжжжжж. Я почему как бы говорю, у нас лагерь, это как тут тест мы проходим. В прошлом году было, значит, что сильно дорого, после прошлого года тоже что-то было. То есть, возникает, я, кстати, не против критики. Критика должна быть вот такая. Вот есть совет там, или есть служитель, пришел человек излагает свою точку зрения. Но сатанинские вещи – это скрытое ображение, это сплетни и это закулисные дела. Вот это два характерных признака, по которым можно определить, чистое или нечистое дело, от Бога ли оно или от сатаны. И отвечал царь Давид и сказал, позовите ко мне Версавию. Вошла она и стала перед царем. И клялся царь и сказал, жив Господь, избавлявший душу моей от всякой беды. Как я клялся тебе говоря, что сын Соломон твой будет царствовать, он сядет на престоле моем, так я и сделаю это сегодня. Вот мне нравится исход этой битвы. На самом деле момент очень ответствует. Буквально он шел там, наверное, на часы. То есть, если бы они успели провозгласить Адонию царем, народ бы поднялся, армия, все, то есть, и трудно было бы решить там. И воевать-то уже не было кому, потому что армия была вся у Иоавы. Но если сейчас вперед от имени Давида провозгласят раньше, чем там, то вот этот вот момент определял, собственно говоря, вот решение этого вопроса. И вот друзья Давида, я бы сказал, что верные Божьи слуги вовремя стали. Они поняли, что нужно защитить и свои жизни, и дело Божие, пошли прямым путем, пошли прямо к первоисточнику. И вы смотрите, тут же царь в присутствии свидетелей говорит, что, как я обещал, он позвал ее, да, позовите ко мне Версавию, она опять заходит, и он говорит, сегодня Соломон сядет на престол. И сказал царь Давид, позовите ко мне священника Садока и пророка пророка Нафана Ивании, сына Иодава Иодаева и сказал им царь, то есть три человека Садок, Нафан и Ваней Ваней, он уже представлял какую-то часть армии это был пророк и был священник то есть три человека, которые остались верными верными Давиду. Если бы у него не было этих человек, он бы ничего не смог решить. И сказал им царь, посадите Соломона, сына моего на Мула и ведите его к Геону и да поможет его, да помажет там его садок священник и Нафан в пророк в царя над Израилем и затрубите трубою и возгласите доживет царь Соломон потом проводите его назад и он придет и сядет на престоле моем он будет царствовать вместо меня ему я завещаю быть вождем Израиля и Иуды интересно в одно время остаются два царя это тоже интересный пример я не знаю есть даже какое-то специальное слово вот когда вот такая происходит старая власть оставляет остается власть у старого царя и уже ставится новый царь вот то есть Давид нашел очень мудрое решение вот иначе надо было бы ожидать то есть ожидать когда он умрет и отдавать ситуацию вот в дело случая он понял что это нельзя нужно решительно действовать и приходит к очень мудрому решению воцарить Соломона прямо сейчас вот при своей жизни Давид поставил царя который избрал Бог до старости Давид сохранил способность понимать волю Божию и исполнять ее к сожалению старые соратники священник Иоафар и военачальник Иоав оказались противниками Божьих планов их победил Голиаф Писание говорит держит что имеешь чтобы кто не восхитил венца твоего вы видите битва продолжается до самого гроба измена от самых близких людей вот но и вместе с тем рядом стоят люди которые защищают дело Божие и повели Соломона Геону и отвечал Ванея сына Иадаев царю и сказал аминь да скажет так Господь Бог Господина моего и пошли в садок священник и Нафан пророк и Ванея сына Иадаев и повели Соломона Геону Геон поток это второй поток там там это были ну ручьи такие значит были священные места и вот они были у одного потока обычно там вот такие все публичные акты совершались а здесь они пошли в другой поток к другому потоку это тут же в Иерусалиме и взялся док священник Рокс Еле из Кини и помазал Соломона и затрубил трубою и весь народ восклицал да живет царь Соломон и весь народ провожал Соломона играл народ на свирелях и весьма радовался так что земля расседалась от криков ну улица там очень просто они вышли в торжественной процессии Соломон сидит на этом муле или муле правильно вот там ковер какой-то дорогой на нем там что там корона одета и они уже понимали все же понимали что Давид уже присмерки старый и они просто приняли если бы те так же само успели сделать то народ бы принял то решение вот они просто опередили на один час возможно опередили то воцарение и поэтому смущения в народе как бы скажем не было а весь народ провожал то есть люди выходили смотрели дети бежали а это не важно это не важно сколько людей было важен был сам факт он совершился а весь моментально разнеслась и земля расседалась от криков то есть это были крики радости вот потому что понимали что это воля Давида вот ну народ есть народ мы уже об этом говорили признаки божьего дела вот мы видим как совершилось это вот помазание это поставление на царство и знаем как тот заговор готовился так вот признаки божьего дела это мудрость сходящая свыше во первых она чиста потом мирна скромна послушлива полная милосердие добрый дел беспристрастно и нелицемерно то есть вот эти вот люди Ваней Садок Нафан вот они не были ни в чем другом заинтересованы как только в исполнении воли Божьей как думали о благополучии государства о верности Богу то есть они были бескорыстны это было чисто это было скромно это было послушание Богу я почему говорю я говорю о том что междуусобные войны вот вы знаете наверное трудно назвать церковь которая бы в своей истории не разделилась и у нас слава Богу нет еще этого опыта вот но и дай Бог чтобы его никогда не было но это реальность вот Пересипская церковь она она несколько раз делилась один раз делилась в 61 году когда закрыли молитвенный дом и часть людей просто уже ушла техническое разделение произошло а второй раз это было уже в 90-х годах когда вот отделилась 8 марта и сейчас там две Пересипских церкви вот церковь 8 марта называется Пересипской и значит на Черноморском переулке она тоже Пересипская церковь это было очень больно вот и так далее так вот когда это Божьи признаки они открыты они честные они справедливые никто никуда не прячется никто нигде не шепчется обычно конек у людей которые любят шептаться нельзя сказать потому что обвинят нельзя сказать потому что значит ты будешь виноват потому что ты сказал да не правда это страдайте за свою правду отстаивайте свою правду говорите вот а мы должны понимать что все что делается за кулицами это дело сатаны человек вот как Нафан приходит и говорит ты тот человек здесь он приходит и говорит по другому но ты мне скажи что ты выбрал и он готов защищать это дело то есть и вы и вы посмотрите как оно красиво вот это произошло если в случае с Ависоломом 20 тысяч людей полегло то здесь поскольку вот они быстро на это отреагировали и вот так вот под руководством Божьим то оно прошлось без всяких жертв и услышал Адония и все приглашенные звук трубы а я сказал а чего это шум а они же там празднуют пьют и вот это должен кульминация наступить само помазание но тут пришел Янафан сын священника Авиафара Авиафар тут же вместе с Адони и сказал Адония войди ты честный человек и несешь добрую весть и отвечал Янафан да господин наш царь да да у меня добрая весть господин наш царь Давид поставил Соломона царем как гром среди ясного неба тут тут уже может быть полчаса отделяло от этого момента и вдруг значит уже есть царь тогда испугались все и встали все приглашенные которые были у Адонии и каждый и пошли каждый своей дорогой я думаю что побежали каждый своей дорогой Адония же боясь Соломона встал и пошел и хватился за роги жертвенника и донесли Соломон говоря вот Адония боится и он держится за роги жертвенника ну по виду вот такие вот значит там были выступы и Адония держится у этого жертвенника говоря пусть поклянется мне теперь царь Соломон что он не умертвит раба своего мечом то есть можно было там поражать человека, виновного в большом преступлении. Но проливать кровь в Скинии или у жертвенника это считалось, естественно, как бы и неприличным, и неподобующим. Это было последнего Соломинка, за который схватился Адоний. Вот вы посмотрите, вот этот царь, который претендовал и все его сообщество, как их ветром всех сдуло. И он на полном серьезе собирался руководить царством. То есть у него нет абсолютно ничего. Вот как жажда власти слепит человека, он понимает, что он непригоден к этому. Но все-таки ему хочется попробовать вот этой сладости. И сказал Соломон в ответ, если Адония будет человеком честным, то ни один волос не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет. И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И он пришел, поклонился царю Соломону и сказал Соломон, иди в дом твой. Нечестивые, как прах ветром, взметаемый ветром. Заговорщики – это друзья по преступлению. При первой опасности каждый думает только о себе. Когда Адония совершал, замышлял зло, он не шел к жертвеннику. Но спасая свою жизнь, он схватился за жертвенника. То есть вот он не вопрошал Бога, он не шел к жертвеннику, мы ничего не знаем. А тут, когда спасать свою жизнь, люди хватаются за святыню. Что еще нужно сказать об Адонии? Все-таки он оказался нечестным человеком, и он умер. Когда уже умер Давид, Адония разработал другой план. Все-таки он не оставлял план захватить царство. И он подговорил Версавию. И она, такая доверчивая женщина, пришла к Соломону и говорит, Адония просит, чтобы ты отдал ему Ависагу. То есть вот эту девушку, которая, как бы, скажем, грела Давида. По восточному обычаю, если кто-то, значит, принимал, брал жен царя, то он считался наследником. Это было четкое правило. Но Ависага на это не отреагировала, потому что Давид не жил с ней. Он не знал ее. И как бы она считала, что эта девушка свободная. Но юридически она была женой Давида. И Соломон очень быстро разгадал этот план. Что этот Адония не оставил мысль о воцарении, и Адония был казнен. То есть он не выполнил, то есть не удовлетворен был то, что его помиловали, вот пошел на лукавство, и все-таки он погиб. Приблизилось время умереть Давиду. Последняя битва была с этим Голиафом. Здесь Давид вышел с честью из этой битвы. Самое вот самое главное дело старости он совершил. Он передал царство Соломону, и теперь приблизилось время ему умереть. И завещал он сыну своему Соломону, говоря, вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и мужественен. Последнее напутствие. Еще ты знаешь, что сделал мне Иав, сын Сыруин, как поступил он с двумя вождями войска Израильского, с Авениром и Амисаем, как он умертвил их, пролил кровь бранную во время мира, обогрел кровью пояс на шресла своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седину его в преисподнюю. То есть Иав поступил подло и Давид все время мучился своей совестью. Потому что он говорит во время мира, вы помните как он просто воткнул ему нож в живот в тайной комнате, ну подло поступил. И Давид завещает теперь дела, которые он не мог осуществить, потому что он говорит они были сильнее меня, сыны Соруи, они были сильнее меня и теперь он передает это уже поручение Соломону. А сынам Верзелия Галладитянина скажи окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Весолома брата твоего. Он помнит сделанное добро. Вот еще у тебя семей из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел Маханаим. Он вышел навстречу мне Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, я не умершлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним. То есть, преступление семей заслуживало смерти, но поскольку Давид поклялся, он как бы свое слово исполнил. но теперь говорит, то есть, Давид был уверен, что семей остается противником его и противников Соломона, то есть, он знал сердце, коварное сердце этого человека, и он говорит, ты должен иметь мудрость, чтобы открыть вот эту, значит, его внутреннюю порочность. И Соломон действительно, значит, Соломон действительно позвал семей и сказал, значит, вот так, так и до тех пор, пока ты будешь жить в Иерусалиме, ни один волос не упадет с твоей головы. Но как только ты выйдешь за границу Иерусалима, ты умрешь. Я не помню, сколько там, два года или сколько он терпел это, а потом у него пропали ослицы, и он пошел за город их искать, доложили царю, и семей умер. Это были дела в отношении наказания людей, а потом он передает ему самое главное. И храни завет Господа, Бога твоего, ходя путями Его, соблюдая устаива Его, и заповеди Его, и определения Его, и постановления, как написано в законе Моисея. Чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься. Вот это очень, знаете как, это можно быстро прочитать, потому что само собой понятно. Люби Бога, жертвуй для Бога, слушайся Богу, покоряйся Богу, и тебе будет ласково и хорошо. Но я хочу все-таки обратить внимание, посмотрите, храни завет, то есть Бог тебе дал престол, храни, и ты обещаешь быть верным Богом, храни, ходя путями Его, соблюдая уставы Его, заповеди Его, определения Его, и постановления Его, как написано в законе Моисея. На нашем форуме Дом мира когда-то была очень дискуссия, она, мне кажется, не окончится никогда, закон и благодать. Ну и там очень много высказываний о том, что закона для нас сейчас нет. Там, где нет закона, там нет преступления, потому что без закона не бывает греха, не бывает преступления. Когда человек осудит, то должна быть какая-то статья в законе, которую он нарушил. И эта статья определяет ему и наказание. Так вот, смотрите, пути, уставы, заповеди, определения и постановления. То есть, Бог многократно говорит о правилах жизни, которые мы должны исполнять. И он прямо говорит, где написано. И для чего самое главное? Не потому, что нужно просто постоянно заглядывать в эту книжечку. Вот ты доволен, Господи? Ты доволен? Нет. Чтобы быть тебе благоразумным. Что не будешь делать и везде, куда не обратишься. Вы помните, написано, что Давид был благоразумным. Вот он брал оттуда, он смотрел, он доверял, это был как компас, когда он делал шаг вправо или шаг влево, он руководствовался вот этим вот компасом. И дожил до старости и с миром переходит вот к Богу, передавая трон своему сыну. чтобы Господь исполнил слово свое, которое сказал во мне говоря. То есть, Господь сказал ему, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, ходить предо мной в истине от всего сердца своей, от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израиля. Он помнит, от чего зависит благодействие, успех его рода, его семьи и, собственно говоря, судьба всего народа израильского. Потому что Божья воля, чтобы там на престоле были из дома Давидова. Христос, вы помните, он был из дома Давидова. Он пошел в Вифлеем на перепись и почил Давид с отцами своими и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет, в Хевроне царствовал 7 лет и 33 года царствовал в Иерусалиме. Вот так Божий человек все успел в жизни сделать. Его смерть не застала внезапно и даже трудное искушение, война, которая была навязана тогда, когда он же не мог вступать в битву, она была выиграна, эта битва. Доверенный, верный человек Соломон принял царство и Соломон действительно царство расцвело во время царствования Соломона. Хотя и Соломон был человек в доброй старости Соломон Давид перешел от земли перешел к Богу. Есть нам на кого равняться, есть где читать слово и особенно помнить последнее завещание Давида своему сыну. Это завещание и нам ходить пред Богом для того, чтобы его благодать никогда не отошла ни от нас, ни от нашего рода. Аминь. Аминь.